Вот отсюда ребенок вылетает, получается падает. 27 сентября восьмеретнюю дочь Александры Функу везли с этой горки на скорой. Из-за неисправности аттракциона девочка выпала с почти полутораметровой высоты. Диагноз – сложный винтовой осколочный перелом голени с перебитыми тканями. Александра рассказывает, что отсутствующую секцию горки никто не заметил. К аттракциону подошли с другой стороны. Никто не ожидал, что в детской горке таится почти смертельная опасность. Родители приходят на детскую площадку и пускают детей, чтобы дети отдыхали от родителей и родители от детей. Получается, что мы вместе с детьми должны лезть в тоннели, мы должны с ними спускаться, с ними лазить, болты подкручивать. В день травмы в пластиковой горке отсутствовала целая секция. Внизу – металлические штыри. Сейчас аттракцион уже починили, но площадка по-прежнему небезопасна для детей. Оторваны крепления на новых формах, торчат острые углы разбитого пластика. Никаких ограждающих или предупреждающих о неисправности знаков нет. Ну вот сломанный участок, например. Проблемный, от которого была травма тяжелая, его сделали. Вот ждем следующую травму. Сейчас девочка находится в карагандинской клинике. Ей сделали операцию, но прогнозов врачи пока не дают. Родители Софьи хотят не только возместить ущерб. Главная цель – найти виновных и привлечь к ответственности. Ну как бы грандиозный скандал из этого я не хочу разносить, но чтобы просто наказать, наказать, да. И причем не административно, а именно уголовно – это тяжелая травма. Заявление в полицию от Александра поступило 29 сентября. По факту заявления «Звери уголовное дело» ведется расследование. В рамках расследования полиция выяснит, кто установил горку, почему она была сломана и кто виноват в сложившейся ситуации. В одежде ЖКХ заверили – ответственность за детские площадки несет стадион. Задача коммунальщиков – принять объект после строительства и сдать на баланс. Однако меры приняли. Сегодня была создана рабочая комиссия для обследования детских площадок, установленных в нашем городе. В составе представителей партии НОРОТАН, специалистов ГУО ЖКХ, потом представителей депутатов и представителей нашего спорткомплекса. Решено, что 6 октября комиссия осмотрит детские аттракционы и вынесет свои замечания. Подрядчик, который несет гарантийные обязательства, будет остранять нарушения на этой детской площадке. Светлана Лебедева, Владимир Пороховой, Новости Тимиртау. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова – А.Егорова Продолжение следует...